Это мой город. И я хочу, чтобы именно здесь были развлечения, отдых, а не все было запрещено и закрыто. И люди сидели дома по телевизору, смотрели как где-то в других странах. Ни войны, ни революции. А мы в середине навигации снимаем боны и вытаскиваем их на берег. Петербург – морская столица. Это то, что мы все изучаем в школе. Это такая неподвергающаяся сомнению данность. И действительно, вода есть, а ходить под парусом нельзя. Да и вообще, выйти вот так, к открытому морю, полюбоваться на бескрайние просторы – цивилизованно. Можно разве что только здесь. Севкабельпорт – модное место с концертными площадками и ресторанами. Но именно местоположение общественного пространства делает его таким притягательным. И, казалось бы, в городе, который практически окружен водой, таких мест должно быть много. А вместо машин у каждого второго должна быть яхта или катер. Но нет. И таких парадоксов в морском городе огромное количество. Там, где раньше была вода – намырная территория, обросшая высотками, словно ракушками. А шторма сменились песчаными бурями. А вот так бесславно закончилась история старейшего в России яхт-клуба профсоюзов. В этом году ему исполняется 160 лет. Но вместо праздника пришли судебные приставы и потребовали демонтировать понтоны. А яхты убрать – все по закону. В этом году вода из федерального ведения перешла в региональное. Оказалось, что у яхтсменов нет договора на водопользование. Когда закончились торги, ни к чему не приведшие, не было финала, в это время изменилось водное законодательство. Здесь стала акватория Большого порта федерального подчинения, а там не требуется документов или договоров водопользования. И таким образом мы стали законными. Вдруг в этом году акватория Большого порта Санкт-Петербург по воде переведена за пределы моста западного скоростного диаметра. И эта акватория становится городской акваторией. А в городской акватории требуется договор водопользования, которого у нас не было. Но все гораздо проще. Самое главное нарушение, считают яхтсмены, в том, что они мешают одним своим присутствием на Петровской косе. А взять с них нечего. Яхты профсоюзные, не частные, вечеринок не устраивают, да еще и соревнования проводят, детей учат. Одним словом, как козь в горле потенциальным девелоперам, которые и так уже застроили Крестовский остров элитным жильем. Сейчас, в данном случае, и земля, и сооружения принадлежат здесь профсоюзам. И это всех очень раздражает. Почему раздражает? Потому что профсоюзы, они продолжают держать здесь яхт-клуб, продолжают держать в собственности 60 морских яхт. Есть план, как преобразовать эту территорию, даже несколько планов, чтобы она все-таки вот не 70-х, 80-х, а уже 21-го века выглядела. Если это так сделать, то, конечно, эта вся земля останется за профсоюзами вроде на долгие годы. А есть люди, которые, структуры, которые хотели бы это все-таки самим управлять и этой землей, и этим и проектами на этой земле. И в этом конфликт. Это может прозвучать странно, но в городе и правда практически нет законных стоянок на воде. У каждой пристани своя печальная история. Несовершенство законодательства не позволяет реализовывать на сегодня смелые проекты. Марат хотел построить целый квартал дебаркадров в районе гавани на Васильевском острове. Но вот уже который год проект остается проектом. Мы боремся с витринными мельницами тоже, с жителями, с защитниками памятников, кигиопом. Мы доказываем, что нам приходится доказывать постоянно, вот сейчас в ближайшее время будет судебное у нас разбирательство, что мы, устанавливая на водную гладь какой-то плавучий объект, не нарушаем и не разрушаем памятник. В итоге бизнесмен продает в спешном порядке лишь один дебаркадр, в котором планировался офис яхт-клуба. Покупателей пока нет. При всем при этом элитное жилье предлагает квартиры с личным причалом. В среднем парковочное место для яхты в Петербурге стоит полтора миллиона. И на сегодня это роскошь. Это в городе, где воды больше, чем суши. Позволить себе это могут немногие. Мы были убеждены, что причал для яхт будет востребован. И о его востребованности можно также судить по количеству свободных вакантных мест в продаже активной. У нас в данный момент представлено только одно место. В Амстердаме жить на воде не экзотика. Это нормальная практика. В соседней Финляндии все белым-бело от яхт у каждой пристани. А мосты практически все разводные. Яхты в приоритете. Машины ждут, пропускают их. А у нас построили мост, назвали его яхтином. И звучит это как издевка. Потому как пройти под ним с мачтой невозможно. Заниматься спортом на воде это все очень сложно. Андрей 8 лет занимается продвижением флайбордом. За это время сменил уже не один яхт-клуб. И каждый последующий был все дальше от центра. Сейчас летает над малой невкой. Радеет за свое дело, но чиновники скептически относятся к таким развлечениям. С каждым годом все более и более количество законодательных инициатив, ограничивающих движение в центре города, вытесняют все больше и больше людей, пытающихся заниматься активным отдыхом, развлекаться на воде за город. Прикрываясь безопасностью на воде, пытаются просто выдавить любой активный отдых из центра города. И все максимально забюрократизировать и регламентировать, чтобы не было возможности даже в принципе заниматься этим делом. Тем, кто руководит просто безопасностью на воде, проще, чтобы на воде вообще ничего не происходило, и тогда они будут спать спокойно. При том, что в Петербурге, как выясняется, сложно заниматься яхтенным спортом, жить на воде, строить бизнес, появляются масштабные амбициозные проекты. Один из таких суперсовременное пассажирское судно Андрей Дубенский. Строит лайнер на Средненевском судостроительном заводе. Курсировать будет по Енисею. Проектом уже заинтересовались в Европе. Это первое такое пассажирское судно, которое строят в России для арктического региона. Предприятие, обладающее всеми технологиями производства судов, как из стеклопластика, так и из металла, и из алюминия. То есть их не только можно отдельно делать, только из стеклопластика, а также их совмещать. Круизные лайнеры с русскими именами. Принцесса Мария и Анастасия родом из Финляндии. Теперь есть все шансы, что паромы будут сходить со стапелей наших судостроительных заводов. Потенциал Петербурга, города у моря, каким его и задумывал Петр Первый, безграничен. Сегодня открываются новые возможности. Это должен быть новый этап в развитии города, морской столицы. Наталья Бандурина, Пульс города.